Ваше святейшество по церковному календарю год еще не закончился и самое время подвести его итоги. Какие три самых главных события для РПЦ в уходящем году вы могли бы выделить? В первую очередь, поскольку церковь обращена к Богу и задачей церкви является приведение людей к Богу, то всякая оценка связывается именно с этой динамикой, с этим направлением деятельности. Вот что произошло в человеческих душах за год? Люди стали лучше или хуже? При всем том, что год был наполнен и добрыми, и весьма даже недобрыми событиями, нужно сказать о том, что есть, несомненно, ростки той духовной жизни, которой церковь себя и посвящает. Вот это для меня, как для патриарха, самое важное. Я сталкивался с огромным количеством примеров удивительного самопожертвования, преданности делу, высокой морали, честности, доблести, смелости, отзывчивости. Но если говорить о событиях, то в этом году произошло действительно три очень важных события. Во-первых, прошел эксперимент в наших школах по преподаванию основ религиозной культуры и светской этики. Эксперимент, в общем, прошел удачно. Хотя были какие-то изъяны, но, например, при выборе дисциплин иногда чувствовалось административное влияние со стороны директоров школ, а иногда даже со стороны областных властей. Но при всем этом эксперимент выявил самое основное, что вызывало озабоченность у многих, кто был не согласен с такого рода дисциплинами в средней школе. Озабоченность сводилась к тому, что эти уроки будут провоцировать межрелигиозную и межнациональную рознь. Ни одного факта, о чем и говорила церковь. Я глубоко убежден в том, что эксперимент нужно в этом году расширить и дать возможность новым регионам влиться в осуществление этой практики. Второе событие, тоже эпохальное, это принятие Думы закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, которое находится в муниципальном ведении или в государственном. Собственно говоря, этот закон не открыл ничего нового. Процесс передачи осуществлялся. Но в чем значение этого закона? Он ввел всю эту процедуру в реальность правового поля. Если раньше огромную роль играл субъективный фактор, то есть добрый или злой начальник, он хорошо относится или плохо, он отдаст или не отдаст. Если вся эта процедура открывала определенные возможности для коррупции, то сегодня все это вводится в законное правовое поле. Третье важное событие, это то, что в результате решений, принятых президентом, в этом году стала внедряться практика военного капелланства. Не так, может быть, скоро, как хотелось бы, но сложные вопросы скоро иногда решать контрпродуктивно. Мы надеемся, что эта практика будет развиваться, это будет способствовать гуманизации отношений военнослужащих и изменению их самочувствия. Если позволите, я скажу и о четвертом событии, или о событиях, которые можно по цифре 4 сформулировать, это мои посещения Украины. Я всегда с особым трепетом отношусь к возможности помолиться в матери городов русских, в древнем Киеве, у святынь Киево-Печерской лавры, и всегда это оставляет очень глубокий след духовный. Но в этом году эти посещения были связаны с весьма важными событиями, с вхождением в должность президента избранного народом Виктора Федоровича Януковича, с совершением богослужений в день святого равнопостального великого князя Владимира, и с 75-летием блаженнейшего предстоятеля Украинской Православной Церкви. Все три события были торжественными, они дали возможность и молитвенного, и человеческого общения с теми, кто очень близок мне, и с кем я, то, что называется, чувствую духовное родство. Я в первую очередь имею в виду блаженнейшего Владыку, с которым мы действительно в течение долгих лет вместе идем по жизни. Я, пользуясь случаем, хотел бы через передачу пожелать ему доброго здоровья еще на долгие-долгие годы. Ваше святейшество, вы же сами упомянули о горящих неделях ушедшего леса. Действительно, тогда из-за жары и пожаров пылали не только торфяные болота и леса, но и целое поселение. Природные катаклизмы объясняют, даже и пожары лесные тоже лишь частично. Часто они были рукотворными. Наверное, это какое-то наказание. В чем грех? Я думаю, что не может быть такого плоского восприятия с нравственной и религиозной точки зрения того, что произошло летом. Нельзя сказать так, что вот человек там взятку взял, и у него дом сгорел. Или соседа обидел, и у него там вот полыхнуло. Хотя это тоже может быть. Но, в общем, речь идет о грехе людей пред Богом в очень важной для человеческого бытия сфере. В сфере отношения людей к окружающему их миру. Если бы мы любили Бога и любили окружающий нас мир, то неужели бы мы придали забвению, заботу о лесах наших, о полях, о жилищах, которые находятся в лесу? Если бы было развито нравственное чувство, неужели бы допустили, чтобы некогда вырытые каналы заросли мхом и тиной и кустарником? Неужели бы мы допустили, чтобы наши водоемы превратились в болота? Неужели бы мы дошли до того, чтобы превратить леса вокруг жилищ в свалку, в свалку мусора? Ведь это же результат человеческой деятельности. Человеческий фактор сыграл решающую роль во всех этих катастрофах. И в этом смысле пожар является наказанием за этот человеческий грех. Ваша честь, пока мы размышляем о высоком, вот прямо вот здесь, в эту минуту, многие люди просто пьют водку. Цифры потребления крепкого алкоголя в России ужасают. Что это может перебить? Тема чрезвычайно важная. В конце концов, от нашей способности преодолеть этот общий национальный недуг, я бы так сказал, зависит выживание народа. Цифры потерь от употребления алкоголя сопоставимы с цифрами потерь во время военных действий. Если бы действительно некая сила извне прибивала бы к такому огромному количеству человеческих смертей, то наша страна считала бы себя, наверное, в состоянии войны с этой внешней силой. Но что это означает? Это означает, что мы сами воюем против себя. Если мы воспринимаем или можем воспринимать это как войну, что происходит во время войны? Мобилизация всех сил. Власть, общество, государственные институты. Я бы сюда добавил, конечно, церковь. Все должны работать для того, чтобы остановить это самоистребление народа. Потому что без радикальных средств воздействия невозможно остановить все увеличивающееся пьянство. Сейчас модно размышлять о технологиях. И свои технологии есть, конечно же, и у церкви. В том числе и технология извлечения уроков. Это покаяние и исповедь. Скажите, как на исповеди рассказать о самом сокровенном, и, может быть, даже болезненном, в общем-то, часто чужому человеку? В сознании многих наших современников исповедь — это некое подобие посещения психотерапевта или даже психиатра, где человек, в данном случае врач, призван принести облегчение больному. Главный герой этой встречи — врач. В исповеди священник не является главным. Некоторые духовники во время исповеди не произносят ни одного слова. Я сам исповедовался у таких старцев. И даже один раз я спросил духовника, «А что вы мне скажете?» Он говорит, «А мне не требуется ничего вам говорить. Все, что вам нужно, вам Бог скажет». Человек исповедуется Богу. Бог исцеляет человеческую душу. Священник является свидетелем раскаяния. Вот задача духовника — корректировать этот разговор. Приводить человека к покаянию, если он не знает, что такое покаяние. Мы приходим к Богу. А священник должен нам помочь почувствовать Божье присутствие. Но исцеляет человека и прощает человека от греха Господь. Как научиться прощать? И особенно меня интересует, как, например, простить того, кто, может быть, обидел вас непосредственно в храме. Ведь такое тоже бывает. В основе прощения всегда лежит способность испытывать к человеку, которого вы должны простить, какие-то добрые чувства. Нужно любить человека, чтобы его простить. А как воспитать в себе чувство любви? Или как удержать этот божественный дар любви? И вот здесь очень важно подумать о том, а что Христос-то сделал для нас? Он пришел и ради нас пострадал. Он солидаризовался с нашими страданиями. Он себя пожертвовал нам. Вот если мы начинаем микроскопическими дозами себя жертвовать другому улыбкой, добрым словом, отзывчивостью, готовностью помочь, позвонить, сходить, если необходимо, деньги дать. То тот человек, к которому мы вот это действие направим, он перестает быть для нас чужим человеком. Он становится нашим ближним. Просто я предложил бы каждому, кто из нас нас сейчас слышит, поставить такой эксперимент. Сделать кому-то добро. И мы заметим, что этот человек из нашей памяти уже не уходит. Мы о нем помним. Ну, а что касается храма, то некоторые ведь идеализируют сам храм и думая, что вот здесь, в храме, собрались святые люди. У одного из святых отцов есть замечательное выражение. Церковь – это не столько община святых, сколько толпа кающихся грешников. И в храме вы увидите эту толпу кающихся грешников. Это больница, это госпиталь, это травмпункт. А ведь в травмпункте совсем мало здоровых. Там люди с изуродованными конечностями, с травмами. От многих из них не фиалками пахнет. Вы сталкиваетесь с реальным человеческим страданием, физически отвратительным страданием. Вот то же самое может произойти в храме. Вы можете столкнуться с духовным страданием человека, которое может быть отвратительным. Но это не означает, что столкнувшись с этим человеком, вы скажете, Бога нет, и в церкви все плохо, и я ухожу. Вы пришли именно туда, потому что именно здесь, в этом месте, можно получить в том числе и исцеление своих собственных недугов. Ваше Святейшество, я хотел бы вас сейчас спросить, какая встреча, а вы очень много встречаетесь с людьми, вам запомнилось, быть может, больше других? Таких встреч было очень много. И, конечно, сказать, что одна важнее, другая менее важна, это все зависит от того, какой вы критерий используете. Может быть, вот сказал бы о том, что у меня очень живо в памяти, и что меня до глубины души тронуло. И что по коэффициенту полезного действия, по отношению к самому себе, было, может быть, не сопоставимо с другими встречами и с другими какими-то моими официальными и неофициальными действиями. 20 ноября я отслужил первую архиерейскую литургию в Кронштадтском соборе. Это была замечательная служба, которая прошла с большим подъемом. А после этого я поехал в хоспис в Петербурге и встретился с детьми, у которых с человеческой точки зрения нет никакой перспективы, и с их родителями. Это был как раз Ваш день рождения? Да, это был день рождения. И я испытал такое состояние душевное, которое испытываешь, когда приближаешься к святыне. Мне приходило в жизни встречаться со святыми людьми, когда точно знаешь, что перед Тобой святой человек. Ты прикоснулся как бы к какому-то вот такому лучику, исходящему из Божьего Царства. Ты прикоснулся к этой иной реальности. Вот нечто подобное я испытал, соприкасаясь с этими детьми. Это святые люди. Они уже одной ногой в Царстве Небесном. А может, уже двумя. Они уже видят Бога. И от них какая-то совершенно особая духовная энергетика, которая здоровому взрослому человеку вдруг помогает понимать, а что есть человеческая жизнь. А чем ты отличаешься от этого младенца? А почему ты стоишь на своих здоровых ногах, а он вот перед тобой лежит? И с точки зрения внешнего восприятия, ты счастливый, он несчастный. А с точки зрения Бога? Если этот младенец уже святой, если он уже в Царстве Божием, а ты еще неизвестно, доберешься туда или нет. Вот это соприкосновение с Царством Божиим, с Царством Небесным в лице этих детей, вы знаете, это самое сильное переживание, которое у меня было в этом году. И я радуюсь этому очень. И советовал бы очень многим посещать такие учреждения, оказывать помощь детям. Еще знаете, что меня поразило? Родители. Очень многие из них главокурные религиозные люди. И как вера помогает им преодолевать вот эту тяжесть, конечно, эту скорбь. Лица светлые у этих женщин, мужественные, спокойные, уравновешенные. Думаешь, Господи Боже мой, а что означает на фоне вот этой мужественности, целостности, что означает все эти истерические крики, скандалы, семейные драмы по пустякам? Мелочевка гадкая, которая разъедает человеческую жизнь. Священникам особенно нужно посещать такие места, но не только священникам, а любому человеку, который серьезно относится к своей жизни. Одна из ваших поездок на Дальний Восток. Что вы там увидели? Я бы хотел просто о двух-трех эпизодах сказать. Вот наш полет на остров Беринга, это остров в гряде Комодорских островов. Полет был очень особым. Мы летели на вертолете над ледяным океаном в семибальный шторм. Когда вертолет приземлился, то выйти из него было очень тяжело. Порывы ветра сбивались с ног. Но такое впечатление, что прилетели на край земли. И вот я встретился с жителями этого острова Беринга. Там живут русские алюты. Вы знаете, какое-то тоже очень светлое чувство. Мы там закладывали храм. Потом оказалось, что среди жителей много семей с большим количеством детей. Я этим мамам вручал премии, подарки. Всем, у кого больше трех человек детей. Меня поразил внешний вид жителей. Опрятно одетые, чистые, светлые лица. А затем я пошел в школу. Замечательная школа, построенная, кстати, по инициативе Владимира Владимировича Путина. И меня порадовало то, что это очень современная школа. Прекрасно оборудованная. Но больше всего меня порадовали дети. Чисто внешние. Хорошо одетые. Очень хорошо воспитанные. Получившие и получающие хорошее образование. Передо мной стояли московские школьники. Хоть в программу «Умники, умницы» посылай. Ну и второе, может быть, о чем хотел бы сказать. О своей поездке в Корякию. Тоже поездка была очень непростая. Условия были такие, что нас даже некоторые представители авиации отговаривали туда лететь. Но Господь помог нам достичь Коряки. Камчатка. Это северная часть Камчатского полуострова. И там я так же, как и на острове Беринга, заложил храм, встречался с людьми. Такие же яркие, сильные впечатления. И то же самое я хотел бы сказать и Якутия. Якутий меня вообще поразил. Очень большим количеством интеллигентных, образованных людей. Прекрасный университет. Они построили духовный центр, такой, которых в центральной России поищешь. Вы уже не первый год пытаетесь создать на Соловках музей и научный центр по изучению сталинских репрессий. Где здесь интерес церкви? Ну, интерес церкви опять-таки человеческая душа. Ведь подвиг людей, которым просто запечатлено это место, он должен быть известен людям. С одной стороны, речь идет о несправедливости, которую власть по отношению к людям проявляла. Речь идет о жестокости. Но с другой стороны, ведь речь идет о огромном духовном подвиге людей. И мне бы очень хотелось, чтобы именно об этом духовном подвиге люди знали. Я знал о том, что мой дед за веру сидел на Соловках, но я никогда не знал, что он прошел страшный изолятор на Ситирной горе. Причем 30 дней. По свидетельству экскурсоводов, которые мне показывали экспозицию, в том числе касающуюся деда, люди выдерживали на Ситирке максимум две недели. Потому что людей, которых туда направляли, не лишали то, что называется трудовой повинности. А трудовая повинность заключалась в том, чтобы стоять по пояс в ледяной воде и связывать плоты. Рубили лес, а плоты отвозили куда-то в Западную Европу, торговали лесом. И вот эти несчастные зэки, находившиеся в этом изоляторе, в штрафном, связывали в ледяной воде эти плоты. А потом подымались в храм на Ситирной горе и там на полу в неотапливаемом храме обсыхали. Ну вот хватало недели-двух, чтобы человек умер. Дед прошел 30 дней. И церковь, конечно, очень заинтересована в том, чтобы именно вот этот опыт людей, исполненных силой духом, стал известен нашим современникам. Ваше Святейшество приближается Рождество. Какие детские воспоминания о Рождестве вам удалось сохранить? Жили мы в коммунальной квартире в одной комнате пять человек. Жили очень счастливо. Я вспоминаю, как мы всегда наряжали елку. Причем управлял этим процессом какая-то дама, как тогда говорили из бывших, дореволюционного разлива, из какой-то аристократической семьи. Она была художницей, и у нее была особая манера украшать елку. Сейчас я могу на вскидку сказать, правильно елка украшена или неправильно. Критерий заключается в том, что большого размера елочной игрушки нельзя вешать на вершину елки. Там должны были находиться яркие, красивые, мелкие игрушки. А крупные только внизу и в глубине дерева. Ну и кроме того, конечно, всем очень так постились крепко, причащались накануне Рождества. А в самый день Рождества, перед литургией, чего обычно никогда в обычное воскресенье не бывало, мама нам накрывала скоромный завтрак. Вот эти скоромные завтраки рождественские тоже очень крепко засели в мою память. Ну а что это? Это была обычная какая-то еда, кусочек там колбасы, сыра, но обязательно кофе с молоком или то, что было невероятным лакомством для детей 50-х годов, какао с молоком. Вот это хорошо помню. Ну а самое главное, любовь и мир в семье, которые в эти дни еще более как-то ярко проявлялись и согревали душу детей. А в завершение позвольте один личный вопрос. Бывает ли у Патриарха отпуск, где и как вы отдыхаете? Ну если совсем точно, буквально в эти дни, бывают ли у Патриарха рождественские каникулы? К сожалению, у Патриарха очень мало дней в году, которые были бы свободны от специальной какой-то программы. Практически все дни расписаны. Но иногда есть просто физическая потребность, необходимость несколько дней провести вне всякой программы. Каникулами это назвать достаточно сложно. Обычно на эти дни складываешь в портфель все то, что ты не прочитал, что тебе нужно прочитать, о чем-то нужно подумать. Но иногда есть возможность поспать немножко дольше, чем обычно в эти дни. Но вот, пожалуй, и все каникулы. Здесь похвастаться, к сожалению, нечем. Я говорю это не для того, чтобы показать, какой Патриарх трудолюбивый, а просто чтобы сказать, что не следует в этом подражать Патриарху. У людей должны быть дни отдыха, и человек должен иметь возможность поправлять свое здоровье. И для того нам и день субботний дан. И только уж форс-мажорные обстоятельства, каковым я отношу повестку Дня Патриарха, не дают возможность в полной мере следовать этой заповеди. Спасибо большое за это интервью. Ваше следствие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.